Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Жени Егорова. Здесь все о музыке-вокалистах, о вокальных педагогах, о разных вокальных новинках. Чуть попозже будут у нас вокальные с вами утренние встречи. Об этом всем расскажу дополнительно. Но сегодня, сегодня видео посвящено только вокальным педагогам, а именно тем педагогам, которые таки решились открыть свой собственный вокальный класс. Что для этого нужно сделать? Я здесь на бумажечке выписала специально, чтобы ничего не забыть, потому что в свое время, не так давно, у меня была очень успешная студия. На мой взгляд, очень успешная. Называется она «Мир чудес». Она бы и сейчас продолжала свою работу. Я вам серьезно это говорю. Со всей ответственностью обещаю, что если вдруг я окажусь в тех же условиях в том же городе, я с удовольствием возобновлю эту работу нисколько не помешков, потому что это настоящее счастье для вокального педагога, который хочет посвятить себя педагогике, деткам и взрослым людям, которые хотят научиться петь. Делает это с полной отдачей, со всей ответственностью. Но здесь есть, кроме романтических ожиданий, некоторые подводные камни, о которых вы даже не сможете помечтать, потому что вы о них не знаете. Самое первое, с чем вы столкнетесь, когда вы открываете свой вокальный кабинет, это выбор. Надо? Не надо. Этот выбор убивает педагогов, потому что устав от работы в каком-то учебном заведении, где они работают на две, а то и больше ставок, а две ставки это, извините, 24 человека, а 24 человека умножим на два, потому что два вокала в неделю, получается у нас с вами, ого-го, сколько часиков, да? Очень много. Это, конечно, и голосовая нагрузка, это, конечно, введение документации, это, конечно, журналы, отчетности, а сейчас еще современные музыкальные школы коммерческие придумали делать зачем-то концерт каждый месяц. Каждый месяц. Что можно за месяц сделать? Да за месяц даже вокалист, который занимается в крупном заведении, не готовит программу на концерт. Даже одну песню, чтобы сделать хорошо, нужно определенное время, а уж тем более, если это процесс обучения. Можно это сравнить с тем, как, например, вы, представляете, приходите подстригаться в парикмахерскую, и вам говорят, а у нас конвейер, в этом месяце челки стрижем, это в следующем месяце придете, мы вам бока подстрижем. И вот это бесконечное, вот это вот какое-то куда-то, куда-то кто-то бежит. Вы должны идти за качеством или за количеством, или вы идете за деньгами. И вот в этот момент возникает вот это в голове вопроса вокального педагога, причем здесь я. Почему я должен принимать участие в этом безобразии? Потому что если вы настоящий вокальный педагог, который выучился, у которого действительно в дипломе, что редкость, написано преподаватель вокала, или, допустим, преподаватель по классу вокала, или преподаватель по классу ансамбля, да, ансамбль, я могу вести ансамбль, могу вести вокал, могу сам петь, могу там... Все, что в дипломе написано, это ты имеешь право делать, потому что ты прошел государственную аттестацию. Если у тебя в дипломе написано, что ты вокалист, там, не знаю, классического жанра, исполнитель лирических жанровых песен, то ты исполнитель, потому что вокальный педагог, он должен знать методику преподавания вокала разновозрастную. И это не шуточки. Опять я ухожу в свою дефектологическую тему, потому что болит. Дефектологическая тема болит, поэтому, девочки, если вы не являетесь реально педагогами по вокалу, тогда отбирайте пинцетом людей, поющих. Не берите всех подряд, а такой соблазн у вас будет, если вы откроете свой кабинет. Вы захотите взять всех подряд, потому что вам нужно платить аренду. И вот теперь мы переходим к самому главному, неромантическому делу. Что делать? Ну, допустим, вы определились. Все, бросаю к чертовой бабушке эти 2, 3, 10, 15 ставок, потому что за эти все ставки там 30 тысяч рублей, слава богу, если вдруг, а то и меньше. Ухожу в вольное плавание. Вы приняли такое решение, это не обсуждается. Почему вы его приняли? Другой разговор, не в этом видео. Это как эмиграция. Можно от чего-то бежать, а можно к чему-то стремиться. И это абсолютно разные вещи. И это потом срикошетит, когда вы будете сталкиваться с трудностями в этом вашем вокальном классе. Вы будете думать, зачем я, может, эту Иванову уже уволили, а я от нее сбежала, сейчас бы жила себе, на этой ставке сидела, не дрыгалась и все. Это один момент. И другой момент, когда вы ушли, потому что вы хотите дать, потому что вы видите, что там, где вы работали, дать то, что вы хотите, невозможно. Потому что там какие-то гонки, гонки за деньгами и так далее. И так вы приняли это решение. Вы ищете аренду. Вы думаете о том, где вы будете проводить вокал свой. Да, где вы будете... Во-первых, самое главное, с чем сталкивается человек, который решил открыть вокальный класс, то есть вы, да, раз вы смотрите это видео, то, что аренду вам предлагают всегда где? В офисных зданиях. И тут, внимание, вопрос. Что в офисном здании может делать вокальный педагог вместе с вокальным классом? Там, конечно, очень красиво. Там красивый лифт, там отличные вестибюли. Но поскольку строят современные здания так, что слышно все, кто где чего сделал, шуршанул, ваши вокалисты начнут очень быстро раздражать всех, кто работает там, в этом офисном здании. И придет к вам их директор в один прекрасный момент, у кого вы брали эту аренду, и скажет, что, знаете, мы с вами расторгаем. А вы уже вложили в этот кабинет, да, что-то там отремонтировали, сделали какие-то полочки, штучки, крючочки, как у меня в классе, например, висел экран большой, который вот так вот с потолка опускался, на фоне этого экрана мы могли записывать красивые видео статичные для того, чтобы на заочные конкурсы их отправлять. Да, хотя бы, хотя бы. А часто мы и шторки, и ремонт, и все. А вам говорят, вы знаете, вы такие шумные, отказываем, не можем. И это нужно учитывать на берегу. То есть, когда вы выбираете себе вокальный класс, вы должны обязательно учесть то, что вы будете очень громкими. Даже если вы поете без микрофона. Хотя какая эстрада может быть без обучения пения в микрофон? Да, это сложно представить себе. Ребенок или взрослый, или подросток придет на любой конкурс, возьмет микрофон, а петь в него не умеет. И, конечно, споет плохо. Вот. Поэтому здесь отпадают офисные здания. Что остается? Цокольные этажи? Подвальные помещения? А каким образом вы туда приведете малышей? А как вы туда приведете вокалистов, которые должны дышать, и здание должно проветриваться? Что делать? Дилемма, вопрос. Никто вам на этот вопрос не ответит, кроме меня. Потому что через все это я прошла, сама прогрохотала. В офисных зданиях я тоже посидела. Поняла этот весь кошмар и ужас, когда ты боишься идти по коридору, что в тебя кто-нибудь бросит, что это, чтобы это... Кря-кря-кря-кря-кря- потому что там... Ну, там, как бы, видимо, народу... Ну, это... Короче, что я вам хочу сказать? Это можно долго обсуждать. Значит, подвальные помещения отказать. Нельзя их брать, потому что вы должны проветривать, вы должны заботиться о здоровье детей и своем собственном. Помещения без окошек тоже нельзя брать, потому что вам нужно дышать. Это не студия звукозаписи, где сидит один звукорежиссер, у него там кондиционер дует, пришел вокалист, отписался, ушел, народу нет. У вас будут люди, они будут приходить дышать, забирать кислород, уходить отдыхиваться, а вы будете падать в обморок. Это не пойдет. Кондиционер гонять постоянно, это, извините, стоит денег и так далее. Значит, какой выход? Выход субаренда. Субаренда это прекрасно, особенно на базе любого государственного, детского или не детского, а, например, ну, какого-нибудь общества, да, общества у нас много, учреждения или субаренда класса. Плюсов громадье. Во-первых, вы всегда сможете спрятаться под эту субаренду, если что-то вдруг. Во-вторых, субарендатор сам будет вас прикрывать, потому что вы ему нужны, вы ему приносите живые деньги. Это два. В-третьих, вы можете, как в субаренде сидеть, вы можете участвовать в государственных конкурсах, если вы находитесь на базе музыкальной школы, просто снимаете там кабинет, ну, вы, конечно, имеете документы. Музыкальная школа вас проводит как своего там какого-нибудь сотрудника, который просто арендует у него по часовую там оплату или по суточную, и как договоритесь. Здесь уже другой разговор. Естественно, я вас не призываю убегать от закона. Не дай боже. Вы, поскольку вы один частный предприниматель, вы открываете спокойно себе ИП, и не бойтесь этого. Открываете ИП, сдаете вот это вот раз в полгода налоговая отчетность есть. Или сейчас есть еще проще система, когда ты покупаешь патент. То же самое. Очень все легко. Плюс к тому, если вы единственный педагог сами у себя, вы же платите-то все равно эти деньги себе. Вы платите себе пенсию, и вы... Что там вы еще платите? В общем, там не так уж много, как всем рассказывают. С этим разбирайтесь, поскольку сейчас законы чуть-чуть поменялись, да, вот добавился вот этот вот патент, которым пользуются также вот кто ногтями девочки занимаются, да, какие-то частные парикмахеры, точно так же и педагоги, в том числе и логопеды. В том числе и логопеды. Это, кстати, логопедического кабинета касается, но не так сильно, потому что логопеды все-таки работают в тишине, и там тет-а-тет-а, ребеночек пришел, пусть он там поорал, ну что ж теперь. Но вокалисты это другое. Так вот, идете в субаренду, ищите себе помещение в субаренде. Во-первых, если это детское учреждение, там стены такие, которые позволяют вам петь. Во-вторых, если это учреждение какой-нибудь музыкальной школы, то тем более никому это не интересно, эта проблема отпадет сама собой, а она очень-очень остро встает, когда вы занимаете не то помещение и просто, мягко говоря, мешаете работать другим людям. Этот момент запомните, что субаренда. Потом, высота этажа, если к вам ходят маленькие дети, вы не можете, не можете, не имеете права работать выше второго этажа. Первый, это лучше всего. На втором этаже, это уже все, финал. Дальше уже там по пожарной безопасности, вот после этих всех событий печальных и так далее. И это правильно. Дети должны быть, иметь быстрый выход на улицу. Они же медленные, они же маленькие. Пока, если у вас групповые занятия детские, тем более. Плюс к тому, почему еще большой плюс именно в субаренде, вот в таких детских, или Дом культуры. Мне вот такое предлагали, тоже вариант, я отказалась. Дом культуры, который сдает вокальный класс просто за аренду, педагогу с документами, не какому-нибудь там, неизвестно кому, а с документами педагогу, но ты платишь только аренду раз в месяц и занимаешься со своими детками вокалом на базе этого учреждения. Это очень удобно. Вот. Еще есть момент, когда, если много денег, да, делают девочки отдельный вход, прям отдельное помещение, цокольное берут, сейчас есть такие, сами делают, внутри звукоизоляцию, все. Здесь есть момент такой, когда вы в субаренде, вы, во-первых, не отвечаете за ремонт. Именно такой группный, батарея у вас потекла, например, да, вы не отвечаете за мытье туалетов и общих помещений. Это очень-очень тоже важно. Потом, вы, если что-то случилось, идете к администрации, говорите, у меня что-то там фрамугу заклинило, что-то надо с этим сделать. И администратор говорит, хорошо, мы посмотрим, поговорим. И представьте себе, вы снимаете огромное помещение, цокольное, да, пусть оно даже звукоизолировано, никто никому не мешает, вы там в одиночестве. Сам, извините, читаю, сам пою, сам билеты продаю. Общие помещения необходимо как-то убирать будет, правильно? У вас же должен быть туалет, к вам пришел вокалист, что ему под кустик бегать, раз. Охрана, что делать с этим? Кто будет охранять ваше имущество? А мы же с вами понимаем, что нужно минимум клавиши, а еще лучше, чтобы были микрофоны, колоночки, компьютер, еще что-то там, разные вещи, да, в кабинете. Кто это будет охранять? На обычный замочек вы закройте, уйдете домой, ага-га. Короче говоря, все это влетает в копеечку, и об этом нужно подумать на берегу. Вот. Что касается аренды помещения, это самый сложный, противный вопрос, который нужно прям хорошо-хорошо изучить. И не бойтесь цен, как раз вот в этих бюджетных, субарендных ситуациях очень низкая бюджетная цена. Даже в наши дни, вот сейчас я знаю, прямо сейчас, сейчас у нас 8 августа 2022 года, видео может быть выйдет чуть попозже, но вот в эти самые дни можно найти 20-метровое помещение в субаренде, в бюджетной организации в районе там 7 тысяч рублей в месяц, если хорошо поискать. Поэтому, и причем это не где-то там на окраинах, это в центре города может быть старое помещение, которое вы берете, любовно ремонтируете внутри. И вот мы переходим ко второму пункту. Вот вы наконец-то взяли то, что хотели, вы счастливы, заключили договор, допустим, об аренде, и все, пришли, вот он ваш вокальный класс, ахаха, как хорошо, как прекрасно. Что вам нужно и необходимо? Такие, казалось бы, простые вещи, прямо записывайте себе. Во-первых, вы должны обязательно поставить вешалку, потому что все будут приходить в одежде, и эту одежду надо куда-то, сумки, вот это все, оно приходит, там не все, это куда-то кидают. Должна быть вешалка, или какой-то узкий шкаф, можно найти узенький шкафчик, который вот так вот буквально там на три маленьких плечика, и шириной, вот как вот эта вот тумбочка, ну чуть-чуть, может быть, пошире, и глубокий туда внутрь, там такой пеналообразный. Вот у меня был такой шкаф, очень удобный, туда куча всего входит, он прям в потолок, там антресоль, можно залезть там, что-то спрятать или достать. Внизу обувь поставили, потому что дети приходят, вот так со школы, у них рюкзаки, сменка, шапка вот такая, пуховик, боты какие-то там, он вот такой Дед Мороз к вам зашел, куда вы все это денете? Если вам надо будет вдруг сделать фотку или видео с урока, это будет все в кадре, то есть вам нужно это все сразу спрятать, это очень важно, потому что нужно же работать на свой имидж, об этом позже поговорю, вот смотрите, вешалка обязательно, нужно это решить, в коридоре оставлять, в общем помещении, это не школа, это у вас не класс, это не какая-то там охраняемая территория, несмотря на то, что может внизу и сидеть охранник, эти вещи остаются вообще без присмотра, то есть они должны быть у вас в классе, и для этого нужно придумать, какое это будет место, это важно, это очень важно, куда он придет и где он разденется. Второй момент, когда пришли дети раньше, а такое бывает очень часто, иногда опаздывают, это тоже бывает, но когда приходят раньше, у вас еще идет урок, и если у вас нет в коридоре места ожидания, это будет, я уже пришел, а вам там последние нотки, самые-самые, вы допиваете с предыдущим учеником, вот самый-самый остался, вот он финал, я пришел, что мне делать, где мне ждать, да, допустим, у вас должен быть обязательно или стульчик, или маленький диванчик, какие-то, может быть, журнальчики там лежат, чтобы ребенок пришел, сел и ждал своего времени, и прям завести такое правило, не стучать, не тарабанить, не заходить в класс, когда играют музыка, и так далее, должно быть место ожидания, в том числе ожидания родителей, потому что иначе они все будут стоять у вас внутри, либо около класса, как столбы, вот это все будет неудобно, и это все будет раздражать родителя, когда родитель раздражен, он может вам что-то высказать, да, вот, еще один момент очень важный, это, что касается оплаты, как вы будете вести, это тоже важный момент, потому что одно дело, когда администрация занимается оплатой, да, а другое дело, когда занимается именно тот, кто вокал ведет, это разные должности, они иногда прям вот, потому что частники, это другое, частник пришел там, ну, частник есть частник, а здесь у вас школа, вы же подотчетные, вам нужно где-то отметить, что он пришел, что вы урок провели, да, вводите систему абонементов, прямо вот наподобие тех, которые делают в спортзале, даже долго останавливаться на этом не буду, вводите систему абонементов, как в спортзале, так, а, вот еще хотела что сказать, по поводу ваших дипломов, и ваших каких-то наград, там, я не знаю, там, сертификатов, что вы настоящий преподаватель, что у вас курсы, что вы не сидите на месте, ведь таких много, куда их девать, в классе лепить, делала, кто их видит, только вы и ребенок, нет, не пойдет, покупайте себе вот этот файлообменник, вот эту файловую книжку, крепите ее там, за кабинетом, и туда вставляйте все ваши награды, все ваши достижения, чтобы пока родители сидят, ждут, от нечего делать, они пошли и посмотрели, о, боже, так у нас педагог-то хороший, посмотрите, вот что умеет, вот что умеет, вот здесь был, вот здесь грамота, вот здесь это, это будет работать на вас, плюс к тому, когда мы с вами работаем на государственные учреждения, имиджевыми делами занимается это учреждение, наше дело прийти вовремя на работу, отработать 24 часа, и уйти домой, да, утрированно, ну мы работаем действительно в таких учреждениях, что это у меня тут, в таких учреждениях мы работаем очень долго, и очень упорно, и практически без отдыха, и выматываемся, и по голосу, и нервная система у нас устает, и мы там сами себе не принадлежим, когда это ваш частный кабинет, работайте на имидж, если вы делаете объявление, не пишите, принимаем 30 человек за 5 рублей, это вам не картошка, это ваша имидж, вы должны сделать такое объявление, которое будет просто содержать информацию, мир чудес, номер телефона руководителя такой-то, и человек сам захочет туда прийти, потому что там дети в костюмах, выступления за границей, выступления на фестивалях, лучшие коллективы города, лучшие площадки города, где вы бываете, все это фотографируйте, в свое время для того, чтобы на имидж работать, я познакомилась с местной, с местным печатным изданием, которое делало рекламные журналы, и мы с ними договорились, очень-очень за маленькую стоимость, потому что это местное печатное издание было, в небольшом городе, чтобы мы написали там не рекламные, а просто информационные статейки. Я собрала всю информацию, нашла самые красивые фотографии, обязательно договоритесь с родителями о том, что они не против, что вы будете публиковать фотографии с выступления даже вашего их ребенка в каком-то печатном издании. Некоторые родители категорически против, обычно это вот как-то за рубежом против, я не знаю, то ли они от кого сбежали, то ли что, но вот в России как-то все за наоборот, да, ой, моего ребенка в журнале, да, с удовольствием. И вот в этих имиджевых статьях указывайте только ваши самые сливки. Мы были там-то, мы выступали там-то, дети получили то-то, дети общаются так-то, туда-то мы ездили, здесь-то мы бывали, скомпоновали, отдали, и внизу такая-то студия, номер телефона руководителя такой-то. Все, не нужно писать, вокал, 80 уроков за 30 рублей. Это вообще не то, не подойдет. Работайте на имидж. Все ваши посты в интернете, должны быть связаны именно с имиджем, с тем, что вы делаете, как вам весело, как вам здорово, и что присоединиться к вам, это целая история, и не каждый может. Нужно вот такой завести себе, да, такую идею, такое правило. Дальше. Так, про аренду я сказала, про звукоизоляцию я сказала, что даже, кстати, иногда бывает, что вы в бюджетной организации, в субаренде, но, например, там ведутся группы по, ну, не знаю, по спортивным, по какому-нибудь виду, по какому-нибудь спорту, да, группы какие-нибудь спортивные ведутся. В таком случае, возможно, что вы будете тоже, ну, громковаты для них, продумайте этот момент, каким образом вы сможете звукоизолироваться. Может быть, это просто будут шкафы какие-то, может быть, это будет, конечно, должно быть много мягкого. У меня в кабинете было очень много пуфиков. Это очень классная вещь, потому что кабинет большой снять, во-первых, это дорого, да, дороже будет, во-вторых, это не зачем, вокальный класс все-таки он должен быть компактненький, нигде-то там, там звук улетит и не найдешь, мы же не всегда в микрофон поем, да и в микрофон тоже вот эта болтанка, да, зачем это надо. Небольшой класс, а вещей накапливается, что-то где-то, стоечку убрать, где-то какие-то крепежки убрать, микрофоны сложить ненужные, какие-то там лишние. Пуфик внутри полый, сверху, пожалуйста, можно сидеть, он, как правило, обид чем-то мягким и очень поглощает звук. Такая вещь отличная, и один пуфик определили для своих вещей, никого к нему не подпускаете, там у вас лежит то, что ваше, потому что дети очень любят везде заглянуть, все, вы даже не заметите как, даже не увидите как, это все будет где-то чего-то, а вот это, заглянул так, ага, тут что, тут что и так далее, ну, дети здесь. Так, потом, имиджевая реклама я сказала, по звукоизоляции сказала, то, что нельзя в подвалах я сказала, то, что в офис нам нельзя сказала, название, обязательно придумывайте название студии вместе с детьми, это, во-первых, у детей фонтанируют вот эти вот идеи, вы напишите все это, сами начитайтесь, уже примерно выберите, что вы хотите, а потом сделайте какую-то жеребьевку или как-то вытягивать, ну, чтобы никому не обидно было, это очень-очень классно, мир чудес придумали дети у меня, и вначале мне казалось такое название, какое-то длинное, какое-то, ну, хотелось что-то коротенькое такое, типа звездопад, ну, звездопадов этих уже куча, ну, мир чудес, мир чудес, вы знаете, под этот мир чудес подходили дети, которые очень круто поют, здорово просто, феерично, а также те дети, которые поют совсем не здорово, но смешно, и мир чудес как-то это все объединяло, вот это название, оно какое-то объединяющее было, Ну, конечно, в вашей частной школе обязательно должны быть какие-то рубежи. Без этого никак нельзя. Это отчетный концерт, об этом вы знаете. Я делала отчетный концерт один раз в полгода. Но это был настоящий праздник. Это были фотосессии, это была аренда какого-нибудь классного детского места со сценой, с нашим звуком, который мы перевозили, клавиши перевозили, все перевозились. Именно звук был точно такой, как в студии. Микрофоны были те же самые, шнуровые. У нас только шнуровые микрофоны, радиомикрофоны, они все нестабильные, они такие дорогие, вы не купите. А дешевые они уж слишком дешевые. Поэтому я вот привыкла работать в шуры. Шур, хороший провод пятиметровый, чтобы он там нигде не скрипел, не пищал. И детки, как только уже можно, сразу на микрофон переходим, чтобы они расстояние могли вот это определять. Ну, вы знаете, вокальных педагогов я тут обучать не собираюсь, они сами это все знают. Я вам хотела просто рассказать о том, как сделать так, чтобы ваш кабинет, ваш вокальный класс был удачным. Чтобы вы приходили и просто были счастливы в этом кабинете. У меня было именно так. Я приходила и просто благодарила Бога за то, что как хорошо, что у меня есть такое место, где я могу учить так, как я знаю. У меня ни один ребенок не попал, ни разу не попал в фониатрический класс. Если слушались родители, были такие у меня родители, с которыми как ни беседуй. И при хороших детях от них умудрялись этих детей кружить в карусели каких-то концертов помимо меня. Хотя я просила, давайте не будем, пока не выучимся, пока не уберем проблемы прошлого преподавания. Там приходили ко мне. Нет, они обязательно напоются. Ну, не так уж они там и напивались. Но я смотрю, что уже нестабильно. Уже начинаешь ругать родительницу, она начинает. Я говорю, знаете, тогда до свидания. Не слушайтесь, я отвечать за это не буду. И гробить ребенку голос я не буду. Тем более, что он входит на серьезные занятия. А гастролировать его учит мама. Там, допустим, и петь какие-то песни по 10 раз за прогон, чтобы какую-то ноту достать. Ну, это четко надо контролировать. С родителями работа должна вестись прям четко, строго, чтобы родители не портили голоса детям и не портили вашу репутацию. Потому что если ваши дети из-за того, что они такие все по гастролям пошли, начнут хрипеть, свистеть, это плохо. Ну, и, конечно, вы сами должны знать предмет так, чтобы вам не понадобилась помощь фониатору ни вам самим, ни вашим деткам. Ну, вот и все. В общем-то, я думаю, что понятно, да, основные страхи и сложности я рассказала. Ничего не бойтесь. Начинайте. У вас так расширятся горизонты. Вы только попробуйте, что это такое, когда вы сами в своих руках держите то, что вы любите больше всего. Ну, конечно, это надо любить. Если вы не любите, а хотите денег, у вас ничего не получится. Много таких примеров, когда мы открыли вокальную школу, мы открыли вокальную школу. А кто вы? Мы, я и мой приятель Борька. Борька работал там, не знаю, рекламщиком всю жизнь, а я экономист. И вот они набирают вокальную школу для того, чтобы зарабатывать деньги. И в итоге, конечно, они ничего в этом не понимают. Ставят в странные условия преподавателей, которые вынуждены работать в этих условиях, потому что им деньги надо зарабатывать. И вот это все, конвейер, конвейер, до тех пор, пока сами люди, которые в эту школу ходят, не поймут, что ничего им тут не светит. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас получилось ваше любимое дело. И оно вам будет согревать и душу, и карман. Всем пока и до встречи. До встречи на моем канале. Обнимаю по-музыкальному. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok